Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас что-то 3,5 градуса. На подутро всегда бывает попрохладнее. Новости какие? Я сегодня что-то подряд шпарю. Много новостей, ребят. Прививку от коронавируса Pfizer поставят Джо Байдену и его жене. А почему? Почему поставят? Ну, сделают, наверное, поставят. Я в Сибири такое слышал поставить укол какой-то. Вот. А здесь, ну ладно, пускай ставят. В понедельник в штате Делавер. Ну, хорошо. Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину. Завидуют, завидуют. А, связано с вопросами конкуренции. Вот оно что. Ох, Песков. Песков высказался о самом сложном дне Путина. Да дно ещё не наступило, а чё ты? Ты чё, Песков, рано ещё. В Госдуме рассказали об антироссийской горячке Госдепа США. Горячка. А чё ты у меня тут заговорила ещё? А-а-а. Понял. Горячка у Госдепа. Понятно, да? Да. Закрытие генконсульств США в России можно связать с антироссийской горячкой главы американского Госдепа Май Пампео. Ну, он это, как это называется, гембельский аккорда. Так, США нарастили группировку F-35 у границ России. Что интересно, у границ России, главное, да, на авиабазе Эйлсон на Аляске. Это называется границей России. С ума сойти. Интерпол проверит происхождение, подаренное Лаврову в Боснии, додиком иконы. Вот такой додик. Теперь Лаврова будут вызывать в Интерпол, как свидетеля, как скупщика краденого. Так, Рогозин назвал контролируемую ситуацию с утечкой воздуха на МКС. Волноваться не надо, всё нормально, всё под контролем. Фуф, что-то это нехорошо, ребята. По его словам, в феврале планируется отправка грузового корабля «Прогресс», и уже запас кислорода в нём есть. А что они будут делать до февраля-то, а? Странно вот это, да? Это Раштуда и передаёт. Да, ещё Раштуда и Собакин. Тьфу ты, ну почему я так фирменного называю? Собянин назвал сроки завершения острого этапа борьбы. Борьбы через несколько месяцев. Борьбы с коронавирусом, естественно. Естественно. Но будет поменьше весной, наверное. Умер писатель Роман Арбитман. Писатель-фантаст, известный под псевдонимом Лев Гульский. Скончался на 59-м году жизни. Вообще мальчишка. Коронавирус, ребята. Коронавирус. Ай-ай. В Москве ОМОН вскрыл работавший по ночам бар у здания правительства. Ох ты, чёрт возьми. Да, и там правительство всё сидело, наверное. Да, полный зал гостей. Ой, молотком. Не молотком, молот. Хочу себе молот купить. Где-нибудь шину взять. Тут полно их валяется. Вот. Ну, не в смысле на улице валяются. А вот кто-то хочет шину выбросить и кладёт рядом с собой. Ну, когда мусорка, мусорка подберёт. Вот. И молот взять и по шине стучать. Классно. Так. Чё у нас тут ещё? Рамблер спорт. Я безумно благодарна Америке. Навка. Интервью Навке. Вот это да. То она её ругала, что там мусор. А чё ж ты благодарна? Да ну её вообще к чёрту. Мне кто-то сказал, не нужно упоминать чёрта постоянно. Ребята, ну, а как ещё? Как ещё? Красноярск лишён возможности принять чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году. Запрет, ребята, запрет. Ну, ладно. Обойдутся как-нибудь. Трамп продлил финансирование правительства США до 20 декабря. До завтра. Ребята, это вообще непонятно. Если бы резолюция не была утверждена, стране грозила новая приостановка работы правительства. Вот тоже напоследок, тоже гемберский аккорд. Ему не нравится, что они там, чё они там делают? Чё-то, ну, чё-то не нравится. А, в Конгрессе продолжаются консультации о принятии полноценного бюджета на 2021 год. А ему, Трампу, не нравится чё-то там. Чё-то там не нравится. Может закрыться всё. Запросто даже. Раскрыт ещё один неожиданный способ продлить жизнь. Британские учёные из Дельского университета провели исследование совместно с коллегами из Гарвальда и раскрыли ещё один неожиданный способ продлить жизнь человека. По их данным, пение благотворно влияет на здоровье и улучшает психическое и физическое состояние. Это занятие способствует увеличению продолжительности жизни. Кроме того, пение снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера и так далее. Благотворно влияет на мозг, большой объём кислорода. Утверждается, что когда человек исполняет любимые песни, в его организме выделяются эндорфины. Они повышают настроение. Ну, это вообще всё правильно, конечно. Я люблю попеть, я всё время пою. Ну, вот сейчас как-то нет настроения на гитарке сыграть, спеть. Но мысль хорошая. Российского полицейского задержали по подозрению в убийстве друга. Друга, если друг оказался. Возбуждено уголовное дело. Ну, что теперь? Так оно и есть. Но дальше ещё хуже. Третьеклассницы, третьеклассницы, устроили разборки с ровесницей на территории школы, драку. И фотографировали. Вы представляете, третьеклассницы. Ужасть, ужас. Российскому первокласснику отбили почки после жалобы матери на поборы в школе. Не читаю всё. Даже вот не надо было вообще эти два момента отмечать. Минобороны построила водовод для Севастополя. А кто водит? Кто водит? На золотом горшке сидели. Царь, царевич. Мощность водовода составляет 15 тысяч кубометров в сутки. От Кадыковского карьера. Откуда в карьере вода? Ну, в общем, протянули, да. Воды не хватает в Крыму. В Сербию пустили российский газ. Вот слово пустили и газ как-то, ну, вот, ну, лентру так пишут, такие заголовки. Ну, пустили. Хорошо. Третью, АТАС, третью российскую вакцину от коронавируса предложили назвать ЧУВАК. Центр имени Чумакова вакцина. ЧУВАК. А почему нет? Так, ладно, всё. Производители пиротехники дали рекомендации по выбору фейерверков. Я не буду читать, ну, к чёрту. Я просто хочу сказать, что вот здесь тоже, здесь под Рождество дети ночью там, это, выходят, что-то поджигают, что-то летит, но мало. И потом только до 11 часов. Ну, в смысле, до 23 часов, да. Вот. А я как вспомню Саратов. Там идёшь по улице, бах-бах-бах-бах, просто днём. Мальчишки всё время бросают. Я не люблю эти вещи. Я люблю тишину и покой. Собчак отреагировал на закрытие дома 2. Ну-ка, ну-ка. Ушла эпоха. Ой, эпоха ушла дома 2. Там говорил, там его хотят на другой канал перекинуть. Уже Терешковы письма писали. Тесла на автопилоте попала в аварию и поехала дальше. Видео. Я вам сейчас объясню. Едет Тесла на автопилоте. И водитель Нисона попытался его так бортануть. Наверное, злой что ли был. Вот. Тесла как ехала, так и едет. Два ролика. Да. Вот он её раз, бах, в борт. И всё. И сам отлетел, и в бордюр. И всё себе перебил к чертям. Непонятно. А Тесла даже никак не среагировала. Рассказываем, кем нужно работать в 2021 году, чтобы прилично зарабатывать. Это интересно. Нужно работать в диджитал маркетинге. Вам понятно? Тут целая статья. Приходите к нам, мы за небольшие деньги вас сделаем диджитал маркетологом. За 30 тысяч рублей. Так, вам всё понятно, да? Доктор смеётся. Рамбле в субботне. Ленин был агентом немецкого генштаба. Правда или миф? У-у-у. Вот это да. Ну да. И чего? Так, обвинили в шпионаже, диверсионной деятельности в пользу германского генштаба. Я что-то слышал. Давным-давно. Ну, тут они объясняют, что ничего подобного не было. Да. Ну, ребят, это такая ерунда всё. Вот сейчас что-то вспоминают, вспоминают. А на самом деле, да кому какая наплевать, а? Ещё говорят, Меншиков, князь Меншиков был агентом Израиля. Ну, сами подумайте, может такое случиться или нет. О, на пора валить новая статья. Хорош по полям гулять, впредь стоять по стойлам. Так или случайность? Это знаете на что? США закрывают все консульства в России. Да, консульства все. Осталось только в Москве, но там не консульства, там посольства. Хватит россиянам по миру кататься. Пускай сидят где положено, работают где позволят, жрут, чё дают. И воюют с теми, на кого пошлют. Правильно? Так и есть. Ой, такой матершинник вот этот вот. Для меня все мозоли на руках одинаковые. Даже не знаю, кто такой, но он всё время почему-то в топе. Партизан 69. Ну, вот сейчас я попробую перевести смысл. Вот там абзац. Дом 2 всё. Фигня, на которой в течение 16 лет было взращено самое массовое племя дебилов путинизма, прекращает свою работу. Видимо, на местах мозги сгнили настолько, что даже такая пофигень уже не торкает. Так, пилотный выпуск нового шоу длиной 4 часа 30 минут давеча продемонстрировала главная опа страны. Смотрим, слушаем и наливаемся величием. А я тоже что-то подумал, теперь вот вместо Дома 2 будут это Путина показывать. Наверное. Посмотрели фильм Yesterday 2019 года «Хочу клеймить». Я статью не буду читать, просто тот самый начало очень интересное. Сюжет завлекательный. Главный герой, лобух-неудачник, стукается головой об автобус и попадает в параллельный мир, в котором не было группы Битлз, и начинает этим злостно пользоваться, обретая с помощью их песен популярность до небес. Мне понравилось. Ладно, хорошо, можете смотреть. Драма на болоте, искренность Владимира Путина. Леонид Гозман пишет. Пресс-конференция была жутко скучной, мухи дохли, скучнее всего, всех было самому Путину. Не подремлешь, слова надо говорить. И вообще, надоели бы все. Мудрые стратегии в Кремле решили задать вопрос о Навальном. Понимали, что иначе главной новостью будет отсутствие этого вопроса. Владимир Владимирович отвечал строго по методичке. ЦРУ – шпион, а мы на страже. Да, и вообще, кому, мол, он нужен, хотели бы убить, убили бы. Лицо его исказилось, нервное хихиканье лучше любого чистосердечного демонстрировало силу переживаний. Отчего, собственно, он так разволновался. А он что разволновался? Смотрите, не про преступление. Бог с ним, с преступлением. Не первое, но и не последнее. А вновь, как в Солсбери, про дурь и слабость, про некомпетентность и раздолбайство. А это удар не только по престижу органов. Это удар лично по нему. Ибо тайные могущества, возможность сделать с кем угодно, что угодно, основа самоуважения и его друзей-сослуживцев. Да, ребята, уволить он их тоже не может. Всё расскажут. А для окончательного решения по всем восьмерым, где исполнителей взять. Да и другие перепугаются и разбегутся. Ну, набьёт, может, морду двум-трем генералам. Облегчение, конечно, но осадок останется. Как жить пианисту, если всем видно, что он не может сыграть гамму. Шофёру, если прямо на публике, он забыл, как заводится автомобиль. Ну да, всё правильно. Едем дальше. Спутник 5. Алексей Нарыштин, корреспондент «Эхо Москвы». Ну вот он сейчас, он говорит, я, говорит, не жалею, что появился. Да, мне говорили, что это типа кремлёвский там сидит. Ну, неважно, просто интересно. Близкие слышали мой скулёж постоянно. Начавшись со зноба и ломоты, на пару часов снял парацетамолом, всё перешло в недоорвии. Заложил он нос, через час отпускают, начинает болеть горло, потом проходит, горло запершило, а вот уже и нет, внезапно на голову надевает скафандр, включается дико равнодушие, а потом скафандр также внезапно снимает и интерес к жизни возвращается. Симптомы бесконечно ходят по кругу, не успеваешь даже что-то выпить или закапать. Самым неприятным для меня были приступы астмы. Да, она у меня есть, но проявляется только при очень продолжительном контакте с животными. Тут уже ощущение удушья накатывало абсолютно без повода. От астматики меня поймут, я думаю, снимал антигистаминным, зертек. По-другому никак. Ну, в общем, вот так как-то, ребята. И вот, значит, что? Будете колоться, зарезервируйте, возможно, взять отгул на пару-тройку дней. Спутник переносится жёстче, чем даже другие вот вакцины, векторы, Чумаковской, какая-то ещё. Вот такие дела, ребята. Госсекретарь США обвинил Россию в крупнейшей кибератаке на американское правительство. Майк Помпео, да, 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 да. Президент Путин остаётся реальной угрозой. Москва пытается подорвать образ жизни США. Путин остаётся угрозой. По данным агентства Рейтер, атака была настолько серьёзной, что из-за неё пришлось созывать заседание Совета Безопасности. Российские пользователи сообщают о сбое в работе ВКонтакте. Вот это всё фигня, потому что у меня не то было, у меня не было. Ну, вот мир, он всё время чё-то, а чё же мне тут было? А мы сейчас глянем. А, вообще фиг с ним. Обойдёмся. Вот лучше анекдоты. Анекдот хороший, я по многу не буду про Ржевского. Ржевский, вас в разведку послали, а вы сразу по девкам в деревню. Господин полковник, а кто же больше всего и обо всём знает, как не деревенские девки с бабами? И самое главное, пытать-то их совсем не нужно. А таз. Ой, вот застрелил жену новгородец, не хочу. Вот лучше тётя Роза с твиттера. Ладно, уже героическое прошлое, но Путин норовит навязать и героическое будущее, вот же, что беспокоит. Росгвардеец впервые стал полуфиналистом шоу «Голос». Отлупил остальных участников, что ли? Да, да. Это объявление войны. В Конгрессе США потребовали жёстко наказать Россию за кибератаку. Джо Байден пообещал не стоять в стороне и принять меры. Ребята, началось. не оставят они этого? Не оставят. Ну, мы в смысле, да? Я уже путаюсь, кого как называть. Профессор Преображенский. Режим убивает своих оппонентов. Ну и что? Коррупция тотальная. Ну и что? Воруют уже триллионами. Ну и что? Ресурсы распродают направо и налево. Ну и что? Десятки миллионов нищих. Ну и что? Провинция вымирает. Ну и что? Ну и что стала национальной идеей россиян? Да? О! Ну вот тут интерес какой-то Саралидзе. Где Саралидзе? Я его не знаю. Комментирую мой пост о спорте. Многие спрашивают, что делать? Ну, то есть, спорт в загоне в России, да? Моё частное мнение, государство должно полностью прекратить поддержку профессионального спорта. Сосредоточиться на массовом спорте, развитие бесплатной инфраструктуры, подготовка тренеров детских спортивных школ. Вопрос, что делать профессиональным спортсменам? Идти на рынок фруктами торговать? Ребят, ну конечно, при чём? Вот государство, например, в Америке, оно никак не поддерживает спорт. Да вы чё? Это всё частные лица должны быть. И вот роличек небольшой. Караганда сейчас. Я договорился до Караганды, где-где в Караганде. Вот она Караганда, ребята. Стоят какие-то огромные машины и всё занесено снегом к чёртовой матери. Всё, сугробы и всё, они стоят. Караганда сейчас. Ужасть, ужасть. Ну, ребят, вы держитесь там в Караганде хотя. Так, что вообще происходит? Это Смирнов на твиттере. На МКС заканчиваются запасы газа для восполнения потери воздуха из-за трещины в модуле «Звезда». Я вам уже говорил, но вот твиттер тоже заинтересовался. Вот Рустем Адагамов, грамотный мужик, всё плохо, возможно, закрытие российского сегмента, если не сумеют остановить утечки. И что, будут жить в одном сегменте? Вот парень пишет, при полном закрытии российского сегмента нормальное функционирование МКС невозможно, поэтому придётся списывать всю станцию. В Крыму закончилась вода, на МКС воздух. Вот что происходит, когда поленились и не записали все-все-все-все поправки в Конституцию. Если в Крыме нет воды, воду выпили понты. Ладно, последние слова Юлии Галяминой, которую вчера собираются посадить. Маленький человечек, которому нечего подложить народу, кроме дешёвых макарон и насилия, хочет на три года посадить женщину, которая мирно защищала право избирателей на свободу, безопасность и достойную жизнь. Как хорошо пишет. Это её последнее слово. Какой будет приговор пока? 23 декабря, ребят. Так, Бармалей Ужасович на Твиттере. А вы бы купили такую квартирку? Это в противовес Хрущёвам, которые давали лимите ровно через год от силы через полтора в Москве бесплатно. Смотрите. В новостройках Москвы начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров. Зато своя. И комментарии. Ладно, хотя бы есть окно, чтобы выброситься. Ладно. Так. О, ребят, и у меня сегодня две картинки. Так, детей быстро от экрана. В Ново-Воронеже открыли памятник Аленушке. Закрывайте его нахрен обратно. Мне страшно. Посмотрите Аленушку. Посмотрели. И последняя картинка. Ну, тут просто матом. На букву С, на букву С, на букву С. Они долбанулись. И вот, посмотрите еще одну картинку. Вы поняли, да? Это шапки Дедов Морозов. У меня все на сегодня с наступающими праздниками. Ага, ну, я на Деда Мороза посмотрел. И всего хорошего. До завтра, до воскресенья. И с вами доктор Влад. Продолжение следует...